Всем привет, дорогие ученики! С вами снова Серик Нурмулдаев. Сегодня мы поговорим о традициях казахского народа, связанных с рождением и воспитанием детей. Традиции и высокие идеалы, передаваемые из поколения в поколение, прививаются и формируются в семье. И роль семьи в воспитании переоценить невозможно. Рождение и воспитание детей в семье казахов всегда трактовалось как необходимое условие сохранения самого народа, развития всего лучшего, что создано его историей. Ведь заботливое отношение к детям – это отношение к самому себе, к своему будущему. Основой успешного семейного воспитания традиционно был принцип гуманного отношения к ребенку, который с раннего детства должен чувствовать заботу родителей, их любовь, внимание и ласку, что в полной мере отражено в традициях семейного воспитания. Эти традиции являются своеобразными вехами на жизненном пути ребенка от момента рождения до отрочества. С самим рождением у казахов связана традиция кэндэккисер. Право разрезать пуповину новорожденного доверяют женщине, пользующейся уважением, после чего ей вручают подарок кэндэккисер. Женщину, обрезавшую пуповину, называют кэндэкшище, и она также считается матерью ребенка. Кэндэкшище обязательно должна быть энергичной, благовоспитанной, честной. Так как согласно поверьям, бытующим у казахов, ее качества передаются малышу. Первый праздник новорожденного, который отмечается у казахского народа, это Шильдехана. Его сопровождают несколько обрядов. Название Шильдехана происходит от персидского слова «челле». Это 40 дней с момента рождения. В далекие времена при появлении отпрыска посылали гонцов ко всем родственникам и друзьям с благой вестью, прося Сьюнше вознаграждения за добрую весть. Узнав радостную новость, соседи, родственники и знакомые собирались на Шильдехана Той. Гости желали ребенку здоровья и долгих лет жизни, и бросали шашу. Пиршество проходило с размахом. Гости веселились, пели акыны, играли кьюшэ, устраивались скачки. Той проводился в нечетные дни, обычно в первый, третий, пятый или седьмой. Главная составляющая празднования Шильдехана – обряд Ат-Кою или Азан-Шакру, когда младенцу дают имя. Церемонию поручали самому почитаемому человеку среди старших, чтобы младенец в будущем также стал уважаемым в обществе человеком. Авторитетный старейшина брал на руки малыша и трижды произносил ему на ухо выбранное имя. У казахов, как и у многих других народов, сохранились представления о том, что наибольшей опасности ребенок подвергается в первые 40 дней жизни. Согласно домусульманским представлениям, в этот период дитя необходимо было старательно защищать от злых духов. Поэтому в течение 40 дней ночью возле люльки малыша горел светильник – шрак, отгоняя всякую нечусть, которая по народным представлениям боится огня и света. Только что родившегося младенца, до того, как он коснется материнской груди, обычно прикладывали ненадолго к чистой шерсти убитого волка. Волк приравнивался к священным животным. Предполагалось, что этот обряд поможет ребенку обрести силу и выносливость зверя. Затем новорожденного заворачивали в чистую ткань. Материю старались брать от одежды пожилых людей или от пеленки ребенка из многодетной семьи. До обряда сорокодневия малыша, вне зависимости от пола, одевали в ритуальную рубашку иткуэлеп, которую после выполнения всех обрядовых процедур заменяли обычной младенческой рубашкой. После разрешения от бремени для восстановления сил уроженицы проводился обряд халжамал. Для этого специально резали барана. И еще до прихода гостей молодой матери подавали бульон, сорпа, затем мясо и печень. Эта обязанность лежала на плечах отца семейства. Затем женщины вместе с роженицей съедали все мясо с бараньих шейных позвонков, а чистую кость нанизывали на прутья таволги – кустарник с очень крепкой древесиной багрового цвета – и вешали повыше. Этот обычай – своеобразная почесть по отношению к ребенку и его матери. Кроме того, считается, что этот обряд помогает шее ребенка быстрее окрепнуть. На протяжении сорока дней молодая мать должна есть мелко нарезанное мясо этого барана, запивая бульоном и укутываться в теплые одежды, помогая тем самым оздоровлению своего ослабшего организма. Процесс выведения пота назывался халжатер или шильветер и означал очищение от запекшейся крови, лишней соли или накопившегося холода. Есть поверье, что если данный уклад не соблюдался, и мать, и ребенок были уязвимы для болезней и любой опасности. На сороковой день ребенка купали в чаше с соленой водой, на дно которой клали монеты и украшения. После купания младенца поливали сорока ложками особой ритуальной воды, а принимавшие участие в ритуале женщины забирали драгоценности из чаши в качестве подарка. Кроме того, в этот день ребенку впервые стригли ногти и волосы. Следующий праздник Бесекесалу устраивался в день укладывания младенца в колыбель. В этот день приглашали в основном женщин старшего поколения. Они развешивали по колыбели и прикрепляли к одежде ребенка обереги из шкуры змеи, совиных перьев, серебряных монет, бус, неизменно в количестве девяти штук. Это должно было уберечь младенца от сглаза. Уложив ребенка к индекчаще, накрывало его семью вещами, а сверху укладывало мальчику на гайку или нож, а девочке маленькое зеркальце и расческу. После хркнан-шхару ребенка старались пронести под стременем коня известного человека, батыра, ахына, сказителя или бия. Эта традиция называлась «зингден-юткзю» – проведение под стременем. Для этого обращались с просьбой к уважаемому, почитаемому всеми человеку. Тот, сидя верхом на своем коне, освобождал правую ногу из стремени, младенца, завернутого в пеленке, подносили к нему с правой стороны и проводили под петлицей стремени. Обряд завершался торжественным произнесением бата. Когда ребенок подрастал, ему частенько говорили, под чьим стременем он был проведен. Считалось, что это помогает воспитывать в детях сознательность и ответственность, а также убережет их в будущем от недостойных поступков. Если рождение ребенка у казахов совпадало с рождением домашних животных, то родившегося в это время же ребенка или верблюженка дарили новорожденному. Такое животное называли басре, и с этого момента его считали собственностью ребенка. По поверью, будущее новорожденного было тесно связано с подаренным ему животным. Поэтому к басре относились с особым вниманием, берегли, не позволяли ездить на нем верхом или использовать как тяговую силу. И главное, басре ни при каких обстоятельствах не резали и не продавали. За ним всегда ухаживали с такой же заботой, как за ребенком. Считалось, что так малыш, взрослеющий вместе со своим же ребенком или верблюженком, с раннего возраста научится беречь и ценить главное богатство казахов – домашний скот. Уход за животным вырабатывал у ребенка способность понимать ценность чужой жизни, особенно если она во многом зависела от его заботы. Соответственно, повышалась и ответственность, и любовь к окружающим людям. Важный момент – первые шаги ребенка. Этот праздник называется Тусау Кисель – праздник перерезания пуд. Его проводят, когда ребенку исполняется чуть больше года. Ноги малыша завязывают черно-белой веревкой. Эти цвета выбирают, чтобы в будущем он отличал черное от белого, был добропорядочным гражданином, никому не переходил дорогу. Иногда вместо полосатой веревки завязывают ноги жирной кишкой какого-нибудь животного, для того, чтобы ребенок в будущем был богатым и авторитетным. Иногда использовали веревку, сплетенную из травы, чтобы ребенок быстро вырос, быстрее возмужал, был многодетным. Право перерезать путы чаще всего предоставляется многодетной, энергичной, уважаемой женщине или бабушке. Наши предки верили, что ребенку передается энергия того, кто перерезает путы. Тот, кому доверяют этот процесс, приносит с собой нож и веревку. После того, как путы перерезаны, два человека водят малыша по ковру, а гости бросают на ковер сладости и монеты. Казахи, как кочевой народ, стремились с самого раннего возраста приучить детей к верховой езде. Умение держаться в седле было одним из главных условий выживания в степи. Традиция ашамай-гамэн-гэзу, когда ребенка в первый раз сажали в седло. Для этого использовали специальное детское седло безопасной конструкции, ашамай, чтобы ребенок не мог случайно свалиться с коня. С тременами служили мешочки, сшитые наподобие переметной сумки – коржан. Первую ритуальную посадку на ашамай осуществлял Ахсакал-аула с пожеланиями стать прекрасным наездником, прожить счастливую и долгую жизнь. После получения бота родители новоявленного наездника устраивали праздник. Только в годовалом возрасте первые половые различия детей фиксировались в прическе. Своеобразный хохолок на головах казахских ребятишек призван был служить оберегом от сглаза. Прядь волос, которую при стрижке оставляли у мальчиков на макушке, называли айдар. Девочкам же отращивали тулом – две пряди в области висков, которые позже вплетались в косы. В прежние времена казахи не стригли волосы детям до исполнения 4-5 лет, а первой стрижке придавали особое значение. По этому случаю устраивали специальное празднество – шаш-алу. Приглашали всех взрослых мужчин аула, и самый старший из них первым срезал прядь волос с головы малыша. При этом Ахсакал произносил пожелание. После этого передавал ребенка другому гостю, и каждый присутствующий, проделав то же самое, одаривал виновника торжества деньгами или сладостями. Традиции семейного воспитания в следующие годы прежде всего направлены на социализацию ребенка, ориентируют на нормы и правила поведения во взрослой жизни. Показателем в этом смысле является сундет – ритуальное обрезание, которое проходило по исполнению мальчику 3-5-7 лет. Прежде чем приступить к этому обряду, мальчика одевали в лучшие одежды и сажали верхом на коня. Затем на передник его седла или круп лошади подвешивали коржин с яствами. После чего кто-то из взрослых, взяв коня за узду, отправлялся посетить всех родственников. Мальчика встречали с радостью и, угостившись из коржина, привязывали к его одежде и гриве, шее, хвосту, а также снаряжению коня куски материи или яркие ленточки. По возвращении мальчика укладывали на чистую постель. Мула делал ему обрезание. Родители по этому поводу устраивали большой праздник. Родные, поздравляя малыша, давали ему деньги, дарили ценные вещи или скот. Перед обрезанием мальчику окончательно состригали Айдар. После совершения обряда он становился не просто членом религиозной общины, но и переходил в следующую возрастную группу. Примерно в этом же возрасте девочкам переставали брить голову и начинали отращивать волосы, а тулон вплетали в косички. Момент первого заплетания кос девочки имел особое значение. По этому поводу устраивали небольшое угощение, а первый раз заплести волосы в косы просили добрую, многодетную женщину, славившуюся своим мастерством в ведении хозяйства и в домашних ремеслах. Постепенно детей вовлекали в обслуживающий труд. Народ высоко ценил трудовую взаимопомощь, солидарность, взаимовыручку, основанные на единстве трудовых интересов и усилий. И многие семейные традиции способствовали формированию у детей с самого раннего возраста понимания значимости коллективного труда, осознания ценностей добрых взаимоотношений с окружающими людьми, потребности в оказании помощи и поддержки тому, кто в ней нуждается. Только зная свои национальные корни, уходящие вглубь веков, можно воспитать у подрастающего поколения уважение к достоянию прошлого, искреннюю любовь к родной земле и вырастить истинных патриотов своей Родины, которые сохранят и бережно передадут накопленные знания будущим поколениям. И в завершение нашего сегодняшнего урока мне бы хотелось вам задать несколько вопросов. Первый вопрос. Как называлась традиция, при которой ребенка старались пронести под стременем коня известного человека? Батыра, Акхана, Сказителя или Бия? Второй вопрос. Какое животное дарили новорожденному малышу по традиции Бесри? И третий вопрос. Кому поручали церемонию дать имя младенцу при обряде Азан Шакру? Редактор субтитров А.Семкин